привет всем обладателям электротранспорта в моем случае такого x1 от джинлонг китайского бренда хотел бы взвесить за и против при покупке этого самоката тестируя его уже приблизительно месяца три накатал и где-то на нем почти 400 километров хотел бы поделиться тем опытом и как бы что нужно как бы сделать для того чтобы он у вас ездил и дальше радовал вас есть нюансы подробно расскажу покажу что я для этого сделал давайте начнем наверное задней подвески это так бы самая волнующая такая часть так смотрим вот здесь стоят у нас два амортизатора он обычный не масляный некоторые говорят масляные это просто внутри пружина сверху она крытая то есть в корпусе пружина здесь вот идет шток который имеет свойство изнашиваться здесь стоит такое тип авторопластовое кольцо какой-то материал пластиковый и он вот попадает сюда вот песок на этот шток и он вот вытирается в любом случае он будет изнашиваться его или нужно закрывать некоторые люди там говорят берут там подбирают разный материал там закрывает эту часть я просто смазываю допустим еще вот слышал от ребят говорят для нивы есть для рычага раздатки там пыльник они его как-то обрезают сюда одевают то есть тем самым закрывает эту часть трущуюся я просто смазываю но здесь есть еще более серьезный вариант как бы не варианта проблема так сказать почему потому что вот этот амортизатор вот вилка вот здесь крепится раз вот два здесь нет соосности получается вот это вилка он выпирает сюда больше здесь получается он более ближе становится к самому корпусу что я для этого сделал я взял получается вот сейчас я вам поближе покажу вот здесь такие две шайбочки то есть я вот этот винт выкрутил подложил сюда две шайбочки тем самым я как бы выровнял соосность он стал получается соосность вот этой вилкой потому что он может быть завален сюда или в эту сторону тогда идет тут как бы выработка в этом месте больше или меньше подложив шайбы я его выровнял он стал ровненько получается все нормально так же и с этой стороны вот тут видим тоже шайбочки у меня получалось две шайбы в общей сложности толщина вышла полтора миллиметра вот и получилось вот соосность то есть он теперь у меня не завален сюда а он теперь ровненько стоит креплению вот к вилке и креплению к самой деке корпуса то есть вот такая как бы манипуляция нехитрая далее что касается мотор колеса мотор колесо здесь 600 ватт отлично тянет нареканий нет но есть нюансы сейчас покажу какие здесь получается вот кабель с мотор колеса вот выходит и здесь такая скоба она крепит кабель это скоба вот тут и края как лезвия были то есть в любом случае вы купили сразу то скобу снимите от полируйте отшлифуйте лучше еще оденьте на кабель кембрик ну термоусадку пару слоев потом только закрепите скобу потому что перережет кабель через время потому что это вся подвеска вот так играет то есть это вот такая как бы важная тоже часть плюс кабель смотрите всегда за этим кабелем здесь он получится стыкуется одна часть выходит с деки другая вот идет с мотор колеса и здесь идет штекер этот штекер имеет свойство выскакивать если он у вас выскочит возможно будет короткая здесь и по плавится может и потом его вообще не рассоедините придется его менять то есть обратите внимание здесь получается у нас тоже кабель где заходит деку возьмите хорошенько герметиком пройдитесь потому что может попадать вода так что далее здесь еще вот стоит у нас сальничек ну к сальничку нареканий нету здесь на валу стоит нормальный сальник в принципе там пружинка все четенько а вот переднее колесо у нас здесь подшипники стоят они как бы закрытого типа но попадая туда вода они у вас загремят затрещат и выйдут из строя то есть я рекомендую взять сразу смазку можно использовать литол или графитку пройти сверху подшипника тем самым как бы обезопасим и попадение воды туда будут отталкивать воду пыль это все он у вас дольше прослужит вот с одной стороны и с другой стороны то же самое далее что касается вот этих вот светодиодных фар с одной стороны с другой стороны здесь вот видите в деке есть такие отверстия там провод выходит с деки с блока распределительного на вот эти светодиоды хорошенько пройдитесь герметиком потому что туда вода попадает и она может попасть в деку не жалейте герметика замажьте там промажьте вот с одной стороны и с другой стороны аналогично разъем здесь хорошо себя ведет то есть я там не наблюдал воду хотя говорят он тут неудачно расположен как по мне все нормально все нормально там допустим ничего не попадает все хорошо она не забывать его закрывать так что у нас еще вот здесь такая важная часть вот видите красный у нас пыльник под ним идет получается с вилки идет ось которая заходит вот сюда в эту часть поворотного механизма здесь тоже берем вот так оттаскиваем вот эту оттягиваем резину и обильненько туда графеточки или литольчика вязкую такую смазку потому что будет у вас потом далее проблема чего потому что вот этот шток с вилки он заходит в такой пластиковый стакан который находится здесь свыше пластикового стакана стоит пружина амортизатор вот этот шток он будет выгрызать его по полной мере то есть в любом случае прямо так много прям не жалея и будет у вас все норм будет все четко он прослужит дольше потому что многие говорят эти стаканы можно вытащить вы представляете это времени сколько займет у вас надо будет разобрать это все поменять стакана так вы обезопасите как бы дольше у нас прохода со временем все равно будет выработка но как бы он дольше проездит у вас по поводу гусака здесь есть такие три винта раз два три которые поджимают гусак в эту сторону для того чтобы нет было меньше люфта смотрите за этими винтами вот они здесь расположены вот раз два и три смотрите за ними потому что они имеют свойство раскручиваться на концах винтов расположены второпластовые такие как бы напайки но они со временем об этот металл разбиваются так что нужно подтягивать потому что он будет болтаться вот так туда-сюда если сильно затянуть у вас будет проблема со слаживанием вы не сможете оттянуть этот рычаг но зато не будет люфта захотите его сложить отпустили винты тогда уже легко можно завалить рычаг и сложить его и вот этот палец туда заскакивает вот это положение сложенного самократа это как бы важные такие нюансы по поводу еще тросика который выходит здесь барабанные тормоза вот вот тросик выходит с деки потом идет вот сюда на рычаг уже на барабанные колодки здесь тоже тросик нужно хорошенько просили коне потому что там отверстие громоздкая такое прям вообще там вода будет уже попадать желательно хорошенько его замазать вот еще вот эти гайки которые вот эти вот направляющие вот гайка и вилка она получается крепит вот эту вот часть к валу колеса желательно эту гайку подтягивать бывает нюансы когда она раскручивается если она раскрутилась у вас начнется болтаться вот эта часть вилки тем самым будут разбивать и здесь и здесь будут у вас эти выработка то есть желательно следить за этим всем в наборе есть мультитул такой он правда на троечку он еще пойдет дороге можно там что-то подкрутить сойдет вот так в принципе вот это вот вкратце те такие важные как бы моменты которые нужно соблюдать как бы ну любая техника то ли китайская то ли другого производителя требует как бы обслуживание так что что-то надо смазать что-то подкрутить без этого никак по поводу балансировки мотор колеса вот у меня видно на самом мотор колесе два магнита получается то есть не магнита а два две пластины металлические которыми я балансировал это колесо чего два потому что вас такой как бы комбинации поставил вот одно вторая пластина по 5 грамм то есть вот такая такое расположение чтобы было нормально его сбалансировать потому что при скорости 20 свыше 20 километров в час была такая как бы дискомфорт вибрация кому будет интересно пишите комментарии засниму видео как я балансировал мотор колесо по поводу бортового компьютера тоже есть свои нюансы есть ребята которые говорят надо делать так настраивать другие говорят так у меня своя версия кому будет интересно засниму отдельный ролик выложу посмотрите вот в принципе самокат неплохой сейчас вот февраль месяц бывает деньки нормальные то выезжаю как бы зимой вполне нормально можно ездить как бы многие просто удивляется зима как все нормально главное на короткие дистанции заезжать не на длинные все будет норм так что так всем спасибо за просмотр ставьте лайк пишите комментарии всем пока пока